Живые встречи под таким названием прошло мероприятие в фудмоле притяжения. Это новый формат общения горожан со специалистами, которые имеют непосредственное отношение к реализации масштабного проекта. На первой встрече говорили о планах и перспективах развития территории. Отдельное внимание уделили ландшафтному дизайну притяжения и озеленению. Первая встреча собрала немного гостей. Сначала слово взял руководитель направления по маркетингу и коммерции территории притяжения. Максим Ясько рассказал, что с момента открытия первой очереди они получили огромное количество различных обращений и просьб от жителей города. Именно поэтому решили создать новый формат общения, живые встречи. В частности, людей интересует, что нового появится во вторую очередь проекта. Будет создана спортивная зона, появятся зоны народных видов спорта, различные нишевые виды спорта, паркур, воркаут, традиционный баскетбол, волейбол, настольный теннис. Планируется даже площадка для пан-футбола. Такая новая дисциплина с интересным, очень зрелищная. В парке появятся еще две детские площадки, водная, приключений. Будет масштабный веревочный городок. Сегодняшняя тема была посвящена озеленению. Поэтому на встречу пригласили партнеров притяжения, которые непосредственно участвовали в реализации проекта. Генеральный директор организации «Зеленый гид» Виталий Зинченко ответственный за высадку зеленых насаждений. Он рассказал, например, как собирали команду озеленителей. Желающих пришло много, но людей, которые действительно смогли этим заниматься, оказалось единицы. Постепенно появлялись люди с интересом. Не обязательно это. У них было агрономическое образование. Они выполняли с нами все работы в парке. Начиная с первого дня. Алексей Степанов ответил на многочисленные вопросы по уходу за гортензиями, которые стали одним из главных украшений притяжения. Большое количество растений, именно гортензии посажены в парке притяжения. И вот сегодня хотелось бы немножко рассказать о них. У многих эти растения уже растут. Это стали очень популярными растениями. Популярные растения эти стали из-за того, что они очень неприхотливые, очень декоративные и такие благодарные за труд садовода, который он в них вкладывает. Гости засыпали выступающих вопросами. Не повлияет ли на растение шлак, который используется для отсыпки, как работает система полива и многое другое. Подобные встречи здесь планируют сделать постоянными, так как это отличный вариант общения. О следующем мероприятии обещают сообщить в соцсетях проекта притяжения. Юлия Черешнева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.